Здравствуйте, друзья мои! Сегодня я вам расскажу про тональное средство NARS, которое называется All Day Luminous Weightless Foundation. Написано на упаковке, что нужно его трясти обязательно. Единственное, вы видите, какая я белая, да, оттеночек. У меня самый светлый Сибирь. И меня это совершенно не смущает в процессе покупки, потому что мне нужна была она не для себя, а для работы. Мне не хватало такой супер жидкой основы. И недавно как раз-таки корейскую тестировала еще светлее той же текстуры на себе. И обычно все с тем прекрасно. Сразу вам скажу, что немножко тестирование пошло не так. В общем, вы все увидите. Дело в том, что на американском ютубе супер положительные отзывы, особенно первые. Особенно тех, у кого очень жирная кожа и на ком мало что держится. И впечатляющее то, что у нее очень пигментированная такая консистенция, очень жидкая. Обычно такого не бывает, что он очень капельный, при этом супер насыщенный. Он не маслянистый, хотя вот такой вот подобного плана, скажем, вариант жидкой пудры. Также испаряющаяся, но уже ощущение очень водянистое, не маслянистое. Сейчас также приобрела, мне кажется, похожая будет и даже по названию, да, похожая. Версия супер жидкой основы от MAC, так что ее тоже протестируем в будущих видео. На русском же ютубе, не только на ютубе, в блогах, везде в интернетах русскоязычных. Все на нее плюются, что она полосит, неровно наносится, скатывается куда-то, еще не держится. Консультанты, конечно, ее впаривают просто как горячие пирожки. Говорят, что она, это супер основа, она сияющая, но она матовая. И она такая, пигментированная, двух капель на все лицо достаточно. Ну, в общем-то, маркетинг маркетингом. Сегодня посмотрим именно как держится. Остальные нюансы нанесения и всего остального, наверное, в следующих обзорах узнаете. Потому что все-таки первое впечатление, это всего лишь один день, да, и сложно понять, как действительно ведет себя продукт за один день. Тем более, сегодня у меня уже не совсем все хорошо пошло с самого начала. Также тестирую вот такую вот палитру Too Faced, которая у меня с American Cosmetics. И на Paint Pot наносила тени отсюда, бронзатор, румяна, хайлайтер, все у меня из этой палитры. И также тушь, которая называется Lash Injection. Это не самая популярная тушь марки Too Faced. Но, тем не менее, одна из самых популярных. Посмотрим, куда это все девается в течение дня, размазывается или нет, и как себя ведет. Палитра, кстати, красивейшая. Оттенки, правда, без холодного какого-либо вообще для растушевки или без матового темного для внешнего уголка. В общем-то, такие слишком бронзирующие. И бронзер, кстати, здесь, который с запахом шоколада и шоколадной пудрой внутри. Итак, перейдем к нанесению. Текстура жидкая, как у всех вот этих вот капельных супер жидких основ. Необходимо потрясти ее в начале. Ну, прям водичка. Всего лишь несколько капель. Судя по всему, у меня тут очень плотное покрытие, потому как вот начинаю сейчас в кисть распределять продукты. Уже вижу, что рука, ну, перекрыта этими несколькими каплями очень сильно. Из-за жидкой текстуры еще очень опасно пользоваться вот такими кисточками, потому что вокруг, надеюсь, что вам видно, могут быть капельки. Сейчас я наполовину джокер, но в нанесении все похоже очень на похожий продукт в Ариаль. Только здесь, за счет того, что текстура суши не такая, как будто маслянистая на ощупь, как будто больше полос создается при нанесении. Текстура хуже. Уже вижу, что центральная часть, хотя камера этого, может, не передаст, вот здесь вот выглядит значительно хуже, чем не накрашенная по текстуре. Пробуем пальчиком. Пока ужасно себя ощущаю, у меня депрессия навивается постепенненько от нанесения. Так, конечно, ровнее, чем кистью кабуки, но все-таки кожа кажется какой-то пергаментной. Здесь у нас след от предыдущего прыщика, и его, если честно, было особо не видно, но после нанесения кажется, что это огромная шелушинка. Поэтому, вероятно, на зиму даже не пытайтесь его приобретать, если кожа у вас сухая или какие-то возможные там варианты а-ля пост-акне. Из-за разного нанесения получается разный эффект, вообще как будто абсолютно разные два средства. В общем-то, все, что касается похлопывания, сегодня с этой основой на мне работает гораздо лучше, чем растягивание, потому что иначе она мне все подчеркивает. Когда я здесь растягивала ее, она вся утекла в зону складочки рядом с носом. Не, катастрофа, так мне совсем не нравится, поэтому кабуки откладываю. Меня вообще не смущает то, что оттенок очень светлый, потому что потом эту пудрой легчайшим образом можно поправить. Меня смущает то, что нанесен он ужасно, поэтому бьюти-блендер, спаси меня, пожалуйста. Я попробую допили-крыть и выровнять то, что уже и сделала. Заодно тестирую и блеск оттенка Naked Dolly, который в той же палитре. Кстати, даже на тон наносится неплохо, складочки слегка-слегка есть. Как знаете, в нюдовых блесках плотных обычно бывают вот эти вот неровности при нанесении, но в общем-то не критично. Я попытаюсь что-нибудь с этим сделать, но очень мне не хочется умываться и переделывать. Реснички накрашу тушью Too Faced Lash Injection. Попробуем. Впервые я ее открываю. Очень сложно ее открыть, оказалось. Пахнет как корейские обычно, или даже как дешевые туши китайские с Алиэкспресс, которые пленочные обычно. В общем-то не особо приятно. Я привыкла, что если тушь так пахнет, то она стоит 100 рублей, если честно. Но посмотрим. Изначально очень слабо наносится и очень пушит. Щеточка из натуральной щетины, и щетинки сами очень пушистые. И именно реснички сразу же становятся не капсульными такими, вытянутыми, которые обволакиваются как бы тушью. Такой эффект. А скорее именно распушаются. Корень очень темный. Я думаю, что тем, у кого более плотненькие реснички свои, скорее более южанкам подойдет. Эта тушь блондинкам, натуральным северянкам, я думаю, меньше подойдет. Если реснички сами светлые и тонкие, могут получиться просто веточки. Вот она очень склонна к образованию вот этих вот самых вот веточек. Вот таких вот, даже из моих довольно упругих, она сделала веточки. Представляю, что будет, если были бы более тонкие. Блеск у меня уже какой-то весь собрался, надо бы еще стереть заново и отдельно нанести на чистые губы. За 5 минут совершенно сама не зафиксировалась эта основа. На мне, по крайней мере, и по крайней мере сегодня. То есть ее нужно будет чем-то отдельно припудривать, фиксировать. Потому что я приложила буквально там палец, тюбиком туши коснулась лица, и получились там дырочки. То есть я легко могу ее снять. Ну, с тушью по первому разу сложно определиться. Обычно у нее меняется совсем консистенция через пару недель. И поэтому я пока так зарекаться не буду. Но похоже, что пару раз еще попробую и сдамся. Потому что у меня сейчас такие удачные туши. Они все такой хороший эффект именно мне дают. Что вот это вот, мне кажется, самая адская, которую я видела в последнее время. И реснички, если честно, относительно моих нынешних довольно-таки так себе. На этом глазу у меня реснички поменьше и похуже. И чем больше я стараюсь, тем хуже получается. Мне кажется, минуту назад было лучше, чем сейчас я сделала. Такой вот финальный финиш нашего тона. Совершенно не замаскировались прыщики. То есть как бы тон-то выровнялся. Но там, где были следы от прыщиков, подчеркнуты шелушинки. Там, где есть прыщики, их все еще сильно видно. Конечно, безусловно, это задача консилера. Но многие основы и так все недостатки наполовинку уже скрывают. Потому что я откровенно много нанесла основы. Я полагаю в этом проблему, что я наносила ее довольно много. Из-за этого она мне не хочет фиксироваться. Попробуем припудрить цвет в цвет зону под глазами. Хотя нет, может быть на оттенок темнее возьму пудру. Слава богу, пирожка не получилось. Она начала выглядеть лучше, а не хуже. Это уже неплохо. То есть я даже выйти из дома сегодня смогу стоить в таком виде. Пудра у меня Анастасия. Банановый и ванильный оттенок вместе. Эта пудра, она не фиксирует макияж значительно. То есть она его просто осушает. Но какой-то стойкости она не дает. Поэтому в тесте она нам не повредит. И давайте большой-большой кисточкой более темную пудру мы нанесем на периферию. Для того, чтобы оттенок немного выровнять, затемнить слегка. И пудра тоже минеральная, опять же не фиксирующая. Так что тоже не должна нам сильно повлиять на стойкость. Слава богу, начала адаптироваться. Основа на лице. У меня давно не было таких, которые первые секунды выглядят очень плохо, а потом адаптируются. Я уже забыла, наверное, что это такое. Давайте попробуем немножечко скульптора. Я впервые сама в такой растерянности. Я уже сама не знаю. Давайте вы мне скажите, стало лучше или нет. Румяна возьмем сияющий, из палитры той же самой. По результату, мне кажется, она подумала-подумала и стала довольно-таки неплохо. Но единственная текстура. Вот тут вот кожи хуже, чем была. То есть неровности. Если у вас окне, если у вас расширенные поры, морщинки, неровности, опять она не для вас. То есть где эти идеальные люди, которым это подходит? В основном только, наверное, люди с жирной кожей. Потому что как раз-таки от многих, у кого именно жирная кожа, очень положительные отзывы. Давайте хайлайтеры из той же палитры добавлю. Ладно, испортила макияж. Давайте уже и под бровь, и румян под бровь. Все под бровь нанесем. И бронзатор под бровью уже есть. Блеск тоже подумала, получилось довольно-таки ничего. В общем, тогда давайте возьмем его с собой и в течение дня поправим, посмотрим, что будет дальше. Давайте я вам расскажу, что происходило. После первого часа основа таки не зафиксировалась и все еще отпечатывалась. Прошло 4 часа, теперь она хотя бы не отпечатывается. Но тушь-таки у меня все-таки отпечатывается. Поэтому все-таки не моя. Еще к тому же основа стирает средства для бровей. Так что все-таки я неправильно ее нанесла. Надо было носить намного меньше. Так что посмотрим, как будет дальше. Ну что ж, поздний вечер. Совершенно все ужасно выглядит. Просто появились морщинки, которых не было. В общем, все скаталось, все просто в пятнышку. Просто все плохо. Бровь от этого тонального крема размазалась. Ну вот, ничего хорошего не могу сказать. Блещу. Ну, то есть все недостатки, которые могут быть сейчас есть. Поэтому мы продолжим тестирование. Раз первой блинкома мы разберемся, все ли будет хорошо, если нанести его очень тонко. И попробуем в следующий раз на половинку лица нанести базу. А вторую половину оставить, как в рекламе Винос. Вторую половину потестируем в чистом виде. Посмотрим, как поведет себя. Потому что сейчас понимаю, что так плотно наносить нельзя. Совершенно сцепление с кожей в таком случае. И фиксации нет. Просто ад. Ненакрашенная кожа выглядит даже намного лучше, чем накрашенная таза. К блеску никаких претензий нет. К туше практически нет. Разве только чуть-чуть отпечаталось тени. В принципе, как все тени. Туфейс себя ведут абсолютно так же. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Я не знаю, насколько это было информативно сегодня. Но если вы пробовали, как обычно по традиции, эти продукты, напишите свой небольшой отзыв под видео. Все, пока-пока.